Новый очаг культуры появился в селе Новоузенка. Ко дню первого президента власти Бухажираусского района презентовали сельский клуб. Как прошло праздничное мероприятие и какие подарили подарки, видел Антон Александров. Сертификат на 600 тысяч сенге вручил Аким Бухажираусского района руководителю сельского клуба. На эти деньги здесь появится новая музыкальная аппаратура. Концертный зал сегодня впервые распахнул свои двери для сельчан. Здание клуба в этом году было капитально отремонтировано после большого пожара. Отсутствовала кровля, частично перекрытие, соответственно, оборудования, ничего не осталось. В настоящее время проведены монтаж кровли, вентиляции, автоматической пожарной сигнализации, настройка всего оборудования, система отопления с резервным котлом установлена. Чуть менее чем за полгода здание сельского клуба «Новоузенки» было полностью восстановлено. На реконструкцию по программе «Дорожная карта-2020» из республиканского бюджета было выделено 52 миллиона тенге. Обзорную экскурсию по территории провели в день торжественного открытия. Местные творческие коллективы показали свои умения. Здесь же устроили выставку прикладного искусства. Открытие такого важного социально-культурного объекта – это яркий пример того, какие положительные изменения произошли на селе. Стабильный и устойчивый рост экономики, развивать социальную сферу, реально улучшать жизнь людей. Наверное, не ошибусь, если скажу, что вы долго ждали этого события. Очевидь культуры очень нужны сельчанам. С торца местного клуба расположилась модельная сельская библиотека. Стеллажи восстановили, книги расставили. В общем, фонд насчитывает почти 11 тысяч различных изданий. Именно здесь жители Новоузенки узнают о важных культурных событиях в мире. У нас не только художественная литература, но и отраслевая литература. Вот этот детский фонд у нас здесь находится, детский уголок. Специально отдельно делаем для детей, чтобы им было легко и удобно здесь общаться. Не только почитать книги, у нас читатели шестилетки есть, чтобы могли здесь и поиграть, развивающие игры. Здесь проводим обсуждение книг, проводим круглые столы. У нас работает клуб по интересам. В общем, здание клуба получилось более 500 квадратов. Здесь расположились уголки культуры, различные кружки и зал для интеллектуальных игр. Концертная программа в честь праздника растянулась на полдня. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Равиль Валеев, 5 канал.